Всем привет, меня зовут Влад Ядров, и это Инфа Новости. Сегодня я вам расскажу о новинках уходящей недели, что у нас появилось нового в Stories, почему надо пользоваться теперь Директом, и многое другое. Поехали. Что же нового в Stories? В Stories появилась у нас официальная реклама Инстаграма, либо реклама Facebook. Это, в принципе, сейчас одно и то же. Настраивается это очень все просто. Теперь ваша целевая аудитория может вас наблюдать не только в ленте, но и в Stories. Потому что Stories начинает набирать обороты, и их смотрят все чаще и чаще. Но, как ни странно, реклама в Stories сейчас значительно дешевле. То есть, если мы берем ленту Инстаграма, то это около 50 рублей за клик, то Stories нам придется клик целевой аудитории. Если правильно все настроить, то около 2, а то и 5 рублей. Ну, это самая максимальная такая планка. Поэтому только линия сейчас не пользуется Stories и ее рекламой. Я в прошлом выпуске уже говорил о том, что скоро будет уже таргетированной рекламой. И многие почему-то не верят до сих пор. Все думают, что можно создать миллион аккаунтов, начать фалловить, получить результат. Нет, ребят, теперь уже надо точно разбираться на таргетированной рекламе. Если вам это будет интересно, пишите комментарии, и я об этом потом расскажу. А теперь переходим к следующим новостям. Что же такого нового у нас в Директе? Директ, как многие знают, это платформа в Инстаграме, где можно писать личные сообщения другим аккаунтам. Ну, или просто мессенджер Инстаграма. Что там нового? Раньше нам нельзя было отправлять активные ссылки в личку людям. А теперь можно, теперь вы можете спокойно заниматься спамом и рассылать всем свой сайт. Либо приглашение на какое-то мероприятие, да и вообще просто какую-то активную ссылку. Мне кажется, это прикольная вещь, потому что, если правильно подойти к этому, можно настроить Facebook пиксели. И я думаю, с Директа будет больше переходов, чем с вашей просто личной страницы. То есть, если заниматься рассылкой, тот человек, который перейдет к вам на сайт, вы можете его с помощью Facebook пикселя зафиксировать и потом ретаргетом догонять его рекламой. Мне кажется, очень классная заметка такая для рекламщиков, так что пользуйтесь на здоровье. Но для того, чтобы этим начать нормально пользоваться, нужно опять же разобраться в трентированной рекламе. Короче, замкнутый круг. Мы вот так вертимся, вертимся. Facebook, обучайтесь. Реклама трентированная ждет вас. Так вот, теперь мы можем отсылать ссылочки в личку всем людям. Это очень классная функция, и давно все уже пользователи ждали, чтобы мы могли в Директе отсылать не квадратные фотографии, а уже прямоугольные. И выбирать из галереи наших смартфонов. Теперь эта функция у нас в активном доступе. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. И на десерт я вам оставил последнюю функцию этой уходящей недели. В Инстаграме появилась такая функция, как архив. Что такое, с чем его есть, и вообще зачем он нужен, обо всем поподробнее сейчас вам расскажу. Функция архив. Ее сделали для того, чтобы многие блогеры, да и просто пользователи Инстаграма, не удаляли свои фотографии, если они уже потом не актуальны, либо там не связываются с будущим или с предыдущим контентом. Ну, то есть выделяются, смотришь, и вот фоточка тебе уже как-то не нравится. Но это же память, ее удалять жалко, но надо, потому что там, не знаю, фанаты вас заставляют или еще что-то. Но там есть какие-то комментарии, которые вам хотелось бы сохранить. Так вот, для этого вам и сделали функцию архива. Что это значит? Вы просто берете и заносите вашу фотографию в архив. То есть ее больше никто в вашей ленте, в вашем аккаунте не увидит, кроме вас. Для вас же выделили отдельную функцию. Рядом со статистикой появился кнопочка, такое полуколесико, и есть архив. Туда вы можете зайти и увидеть все ваши публикации, которые вы перенесли в эту функцию. Потом вы можете это восстановить спокойно. То есть для вас сохраняется ваша фотография. Для поклонников вы сохраняете свою ленту красивенькой. Опять же, в архиве у вас остается ваша вот эта память, которую вы хотите сохранить в виде этой фотографии. Но еще самое главное, но еще самое главное функции это всего. Инстаграм запоминает, сколько у вас вообще профиль собрал лайков, сколько комментариев. Если вы удаляете фотографию, значит ваша статистика снижается. Но благодаря функции архива вы не теряете лайки и вы не теряете комментарии. Следовательно, ваша статистика для самого Инстаграма, либо там для программ LiveDune остается неизменной. И это очень классно. Так что настала пора, когда мы не будем терять свои охваты и лайки. Просто из-за того, что нам кажется, что эта фоточка уже неуместна. Поэтому все фотки переносите в архив. Кстати, такая функция давно уже есть на Ютубе, когда вы можете просто скрыть видео, а не удалять его с канала. Я вот как-то раз удалил все свои видосы с канала и потерял очень много просмотров. И на удивление ушли все деньги, которые я заработал с просмотров. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Инстаграм, ставьте этому видео лайк. И пишите в комментариях, какие у вас вопросы интересуют, какие темы больше вам интересны, какие раскрыть, какие показать, какие не показывать. Ну, короче, все пишите, а там разберемся. Пока-пока.